Всем привет, с вами Пиртурабо и сегодня я расскажу вам, наверное, об одной из самых культовых личностей вселенной, Вархаммер, о Великом Тёмном Апостоле, а в прошлом Капеллане, несущих слово Эрби. Всем приятного просмотра. Эреб, одна из главных личностей эпохи Ереси Хоруса. Тогда Капеллан Первой Роты, Легиона Несущих Слово, родившийся и выросший на Калхиде, а ныне Верховный Лидер Тёмного Совета Сикаруса и Великий Тёмный Апостол, уже падших космических десантников Хаоса. Роль Эреба на событии вселенной Вархаммер очень велика, ведь именно он стал той дорожкой, по которой обратились к Хаосу сразу два примарха. Ныне Эреб ведет борьбу с Корфаэроном за влияние над 17-м Легионом в отсутствии своего примарха. Своё начало история Эреба берет на Калхиде, родном мире примарха 17-го Легиона Несущих Слово, Алгара. По некоторым слухам, он даже сидел со своим примархом за одной партой, хотя точно это и неизвестно, как и то, когда он стал поклоняться Тёмным Богам. Пополнив ряды космического десанта, он довольно быстро поднялся в Легионе до высоких должностей, пока не стал первым капелланом в своём Легионе. Известно лишь то, что к моменту событий на Хури, Эреб уже давно поклонялся Богам Хаоса. Учитывая фанатизм и особенность жизни на Калхиде, ничего удивительного не было, что Лоргар и его Легион считали Императора Богом и пытались нести его слова и веру в него по галактике, строя ему храмы и насаждая веру в него. Учитывая отношение самого Императора к религии и вере, долго такое продолжаться не могло и рано или поздно вышло бы из-под контроля, что и случилось на мире Хур, когда Император унизил перед Ультрамаринами Легион несущих Слово и их примарха, разрушив веру Лоргара и Астартес в свою божественность. В этот момент и проявил свою истинную сущность Эреб. Он тонко манипулируя толкнул Оргара в объятия Темных Богов вместе со своим Легионом, рассказав о сущностях, которые жаждут поклонения и готовы дать взамен свои силы. Во время распространения Ереси внутри своего Легиона, Эреб не оставлял и другие, приводя в действие план Темных Богов. Одним из тех, кто пал с его содействием, стал Кавас Тифус, или Тифон, видео про которого я уже делал, можете глянуть. Капитан Гвардии Смерти и один из приближенных Мартриона, примарха Легиона Гвардии Смерти. После того, как собственный Легион Эреба попал в Ересь, начав воздвигать храмы своим новым Темным Богам, он приступил вместе со своим примархом к следующей части своего Темного Плана, а именно к уничтожению Империума Человечества и его Повелителя Императора. Реализовывать свой план, Эреб начал во времена крестового похода на Давень, когда с помощью интриг разжигал войну и недоверие, подавдивая воителя Хоруса к падению в хаос. Именно его усилия привели к разрушению мирных переговоров, когда он украл архаический меч, в свое время передав представителю губернатора Давена меч Анафем, который впоследствии был отравлен Нурглом, и зная, что тот не побрезгует пустить его в ход. Так и случилось. Когда Хорус во время сражения был ранен этим мечом, план Эреба и Лоргера начал исполняться. Апотекари и Легиона Лунных Волков не смогли справиться с последствиями нанесенных ран своему примарху, и тогда на сцене вновь появился Эреб, предложив Абадону и Хорусу воспользоваться услугами жрецов Храма Змеи на Давене, прекрасно зная, что они являются служителями Темных Богов. Ритуал прошел успешно, и Хорус действительно излечился с помощью Темных Ритуалов Хаоса, дав ему, ко всему прочему, возможность общаться с Темными Богами, после чего начался путь его падения. На этом миссия Эреба во второй части плана была выполнена. Началась финальная часть плана Темных Богов по уничтожению Империума Человечества. Эреб оставался все время после излечения воителя рядом с ним, помогая склонять других примархов на их сторону, строить планы и манипулировать. Склонив, в конце концов, воителя к подписанию договора с Темными Богами Хаоса, одной из важнейших задач, которую решил Эреб, стал Истван-3. Там, наравне с Хорусом, он командовал уничтожением лояльных Империуму Астартес и сил Имперской Гвардии, включая Гарви Лалокина, который подозревал его в измене. Он мастерски манипулировал ситуацией, убирая и уводя от места действий подальше лояльный Императору Легиону и приближая верные воителю силы. До самого окончания Ереси Хоруса Эреб оставался помощником и советником и фактически правой рукой воителя, исполняя при нем волю и планы Темных Богов. После окончания Ереси Хоруса и поражения воителя, Эреб ушел со своим Легионом Вока Ужаса на планету Сикарус, где ведет по сей день борьбу за вылазь с другими представителями Темного Совета в отсутствии своего примарха. Именно благодаря Эребу Вархаммер увидел Ереси Хоруса такой, какая она есть. Ну а на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете об Эребе и о несущих словах в целом. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Ну а с вами был Бертурабу. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok